Я увидел фотографию, вот такую, это даже не фотография, а скриншот, Юлия Навальная, сразу, еще на второй день после сообщения об убийстве мужа, встречается с Боррелем, вот, и вы смотрите, я сейчас прочитаю, и написано, как сказала Юлия, это Боррель, глава европейской дипломатии, пишет, как сказала Юлия, Путин, это не Россия, Россия не Путин, это ложь, Юлия. Странно, что Жозе Боррель ей поддакивает, ну, и новость, Юлия Навальная встретилась с ним и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, ну, и дальше я увидел, значит, дошла новость об убийстве друга, ну, они говорят, что они друзья были, наверное, вот, Илья Яшин пишет в Лагину, пишет, естественно, из тюрьмы, из-за стенков гестапо, это же так всегда и было в мировой истории, вот, ну, как с ними играются, конечно, это, ну, если позволяешь, если позволяешь с собой играть, вот, как подопытная крыса, например, вот, переходишь в этот разряд, то тогда все и заканчивается, как у подопытных крыс или кроликов, если кому-то милей, я тут не хочу принизить ни животных, ни тех, о которых я говорю, это просто ассоциативный ряд с медициной. Я Яшин, в лагерный барак новости приходят медленно, и про гибель Алексея Навального я узнал и вчера, сложно передать мое потрясение, сложно собраться с мыслями, более ужасно и выносимо, и все же я не стану молчать, скажу то, что считаю важным, далее идет длинный текст, и действительно он переживает, и правда он может стать следующим, абсолютно вообще развлечения фюрера могут быть любыми, а тут они вообще под рукой, ну, какие вопросы, действительно сильно рискует, да, и я бы не хотел, чтобы он был убит, безусловно. И он пишет, Алексей Навальный был моим другом, как и Борис Немцов, мы делали общее дело и посвятили жизни тому, чтобы Россия стала мирной, свободной и счастливой, теперь оба моих друга мертвы, я ощущаю внутри черную пустоту, и, конечно, понимаю собственные риски, я за решеткой, но моя жизнь в руках Путина, да, как-то так случилось, что когда говорили, уезжайте, некоторые даже вернулись, ну, окей, такой выбор у вас был, моя жизнь в руках Путина, и она в опасности, но я продолжу гнуть свою линию, достойно, конечно, поведения. Дальше. «Стоя над телом Бориса в феврале 15-го года, я поклялся себе не бояться, не сдаваться и не бежать. Спустя 9 лет, оплакивая Алексея, могу лишь повторить эту клятву. Пока в моей груди бьется сердце, я буду сражаться с тиранией. Пока живу, я не убоюсь зла. Пока дышу, я буду со своим народом. Клянусь». Ну, они очень красиво звучат, правда, какое сражение с тиранией может вести человек, который полностью находится, жизнь которого полностью находится в руках Путина, и даже твиттер, которого полностью находится в руках Путина, захочет, отключит завтра, и вообще о нем никто вообще никогда ничего не узнает, да. Как вот эти два персонажа, два человека. Юлия, которая, значит, теперь, я как понимаю, возглавит сбор грантов. Для Волкова она будет таким брендом сборов грантов европейских и донатов от всяких впечатлительных людей. Понятно, что она вдова, понятно, что ей жалко. Они на этом нагребут денег и будут ходить еще более дорогие рестораны. Ну, как бы в рестораны ходить никому не запричишь. Пусть поддерживает экономику Литвы таким образом. Я не про это. По морали бесполезно читать. Я про то, что я написал по этому поводу. А вот и новый русский оппозиционный политик Юлия Навальная. Отныне самоназначенный главный торговец смертью. Нет, речь идет не об убитом Путина и ее муже, а о смертельно опасном для цивилизованного мира мифе о плохом Путине и хороших русских. Последних только добровольно и непосредственно пришло нас убивать в Украину уже минимум полмиллиона штук. А еще много, больше ста штук, миллионов штук, клацают зубами за их спиной, предвкушая смертоносный поход на Запад. Это я знаю, исходя из моих друзей, которые там еще остались, которые мне говорят о том, что там происходит в головах и вообще. В адрес Юлии Навальной уже раздаются аплодисменты в кровавом цирке для умственно отсталых на Западе. Все правильно, это ваша звезда, встречайте. А вот еще один Илья Яшин, решивший спасать Россию бессмысленно и беспощадно, то есть до своего конца. Вместо того, чтобы кричать из гитлеровских застенков мира, что рейх не лечится и должен быть как можно быстрее разрушен коалицией цивилизованных стран, то есть просто говорить правду. Если не мог, хотел раньше делать этого, то хотя бы сейчас, когда терять уже кажется совсем нечего, но нет. Все они, кто в русских тюрьмах и в блаженном ожидании смерти, кто за границей и в ленивом ожидании грантов, лгали и будут лгать на прекрасной России будущего. Тем самым продлевая нерешительность Запада в войне, которая из-за этого перерастет в мировую, и продлевая жизнь террористическому, фашистскому, русскому рейху, у которого нет и не может быть никакого будущего. Если, конечно, не рассматривать вариант, что он победит цивилизованный мир. Нет, я ни над кем не глумлюсь и понимаю, что никто не вечен. Но я спокоен хотя бы за то, что в момент смерти буду осознавать все последние годы, где говорил о России правду, давал точную аналитику и прогнозы, а не до последнего вздоха врал, спасая от операции раковую опухоль человечества. Нет смысла повторять, какие они тупые и конченые, потому что выживание цивилизованного мира гораздо больше мешают те, кто им верит. И последних настолько много, что это уже, кажется, не мир слабоумных людей, не мир разумных людей, а какой-то заповедник самоубийц. Точка.